Итак, друзья, мы переходим ко второму по значимости событию, которое у нас будет на этом канадском турнире. Гловер Тешера здесь будет встречаться с Никитой Крыловым. Опять же, объективно, как мне кажется, весьма интересный здесь бой. Что касается Гловера Тешера. Да, это бразилец, которому уже 39 лет. Ну, действительно, уж такой ветеран. Но, тем не менее, он еще что-то может. Причем, может, очень даже немало, как мне кажется. Собственно, посмотрим на его крайние четыре выступления. Миша Циркунова выиграл досрочно. Ну, мы уже говорили здесь ранее. Проиграл Кури Андерсону. Ну, как обычно, собственно, Андерсон использовал там свои борцовские навыки. Сейчас две победы подряд. Карла Робертсона засабмитил. В крайнем бою встречался с Йоном Куцелабой. И также выиграл сабмишином во втором раунде. Собственно, сейчас попытается добыть свою третью победу против очередного молодого бойца, который будет ему противостоять. Никита Крылов, несмотря на то, что ему 27 сейчас, но он просто очень опытный парень. 26 побед и 6 поражений. Реально много бойцов за плечами. И, ну, просто напомню, да, по-быстрому, что он уже выступал в UFC. После, ну, достаточно неплохих выступлений он все-таки принял решение уйти из организации. В 2017 году он вернулся в Россию. В Fight Nights провел несколько боев, завоевал чемпионский титул и вернулся в UFC. Здесь он встретился с Яном Блоховичем. Вроде бы неплохо начал, но, тем не менее, затем, собственно, у него до этого в UFC уже просматривались с партером проблемы. Здесь он показал, что они как бы никуда особо не делись, да. Проиграл во втором раунде сабмишином Яну. В крайнем бою он встретился с Овенсом с Энпрю. Опять же, в первом раунде у него были серьезные проблемы с борьбой, но все-таки во втором раунде он сумел удосрочить Овенса. Здесь мы смотрим на коэффициенты, и они очень близкие в некоторых конторах, равные, но в среднем ТШР идет небольшим андердогом за 1.95. Никита Крылов за 1.87. Ну, Андрюх, как бы я знаю, что многие, конечно, за Никиту притапливают. И как ты считаешь, какие здесь у него шансы? Я считаю, если честно, шансы у него не слишком хорошие в этом бою, потому что соперник у него стилистически прям вообще не подарок. Да, у Никиты есть неплохое кардио, у Никиты есть неплохая ударная техника, которая достаточно разнообразна. Но его нельзя назвать прям таким очень выдающимся панчером. И главная его проблема это его тейкдаун диффенс. И, соответственно, работа на спине. Его переводили уже. Его перевел Овенсен Прю несколько раз до того, как сдох. Его перевел Ян Блохович. А Ян Блохович, на минуточку напомню, это вообще ударник, который впоследствии прокачал свою борьбу. Гловер Тешера является весьма таким крепким, ну, таким мужиком для этой весовой категории. Я бы даже больше сказал, он один из самых крупных физических бойцов с очень выдающейся физической силой. Плюс ко всему, у него партер находится на высочайшем уровне, не как у всех бразильцев, там, ну, как мы знаем, пояса раздаются в хэппи-милл. А действительно, очень хорошая работа и стоп-позиция, особенно, когда речь идет про работу со спиной оппонента, либо в маунте. Я не знаю, ребят, что будет делать Никита с ним, потому что, да, Гловер объективно в стойке своей сильно сдал. Он значительно стал более медленным на руках, нежели это было несколько лет назад. Но главный его плюс в том, что он и сам это прекрасно понимает и при первой же возможности переводит бой в партер. И здесь, я думаю, мы увидим нечто подобное. Тешера при первой же возможности захватит Крылова, сделает тейкдаун и завершит бой с Абмишном. Ну, в любом случае, да, я бы здесь скорее все-таки Тешере тоже отдал преимущество именно вот по вот этим причинам, которые ты назвал. Ну, и про которые еще я говорил, когда описывал Крылова. Ну, реально есть у него проблемы в партере. Тешера, да, он уже боец старый, 39 лет, объективно сильно откатил. Но партер у него остался, и он действительно на очень высоком уровне. Но, как бы, для тех ребят, которые притапливают за Крылова, безусловно, мы не списываем Никиту Сочистов. Он может очень тяжело попасть. Тешеру можно нокаутировать, мы это видели. Но все-таки по таким коэффициентам, я полагаю, что шансов у Тешеры все-таки чуть побольше. Ну, по таким коэффициентам и именно по такой стилистике. Перейдем к главному бою. И вот это действительно здесь вишенка на торте, очень интересный бой. Который может быть зрелищным, может быть скоротечным. Дональд Сирони здесь у нас встречается с Джастином Гэджи. Что касается ковбоя. Ну, просто, просто крайне опытный уже ветеран. Просто, реально, 48 боев у человека за спиной. Ему сейчас 36 лет. И в последнее время, как мне кажется, достаточно неплохо выступает. Если взять его там с 2018 года выступления, он успел за это время аж 6 боев провести и проиграл только 2 раза. Я напомню, да, что он нокаутировал Янси Медейроса, проиграл Леону Эдвардсу. Причем, он вполне там неплохой бой показал. Местами очень даже близкий. Майка Перри неожиданно, да, для многих поймал на армбар в конце первого раунда. Молодого перспективного Александра Хернандеса сумел очень неплохо подстроиться и нокаутировал во втором раунде. Затем с Эллом Еквинта, опять же, просто классный бой показал. Выиграл решение в крайнем бою. Он встречался с таким, ну, просто с таким монстром, как Тони Фергюсон. И это был действительно хороший, зрелищный бой. Но, к сожалению, Сирони не смог там выйти на третий раунд. Ну, опять же, мы знаем, да, что Сирони, есть у него такая вот особенность, да, что он медленно вливается в бой. Он часто много урона вначале получает. Ну, не знаю, может быть, нужно просто ему вот вначале немножко пропустить, чтобы, ну, как-то запустить вот свои инстинкты. После этого, если у него получается пережить, то он действительно может подстраиваться под соперника и показывать очень хорошее выступление. Что касается Джастина Гэджа. Это боец, который пришел в UFC на прекрасной победной серии. Он был без поражений. Большинство побед именно досрочно нокаутами одержано. Это именно боец, который любит в стойке сражаться. Кстати, с борцовской базой и с великолепной защитой от борьбы. Дебютировал против Майкла Джонсона. Зрелищный, просто крутейший бой. Сам чуть не улетел. Ну, у него, собственно, и в Вовсофе до этого уже такое бывало. Но нокаутировал Джонсона. Затем два поражения подряд против Эдди Альвареса и Дастина Парье. Опять же, с каждым из них он показывал достаточно близкий бой. И, в принципе, и сам мог там выиграть, но не получилось. Сейчас он идет на стрики из двух побед подряд. Джеймса Вика просто сложил напополам, нокаутировав в первом раунде. В крайнем бою встречался с Эдсоном Барбоза и отправил его голову куда-то очень-очень далеко в середине первого раунда. Собственно, что касается Гэджи. Здесь у него немножко противоположная ситуация. Он, наоборот, стартует очень резво, очень жестко, много накидывает. Но затем немножко сбавляет темп. Но я бы не сказал, что у него плохое кардио. После того, как он сбавит темп, он с таким вот, не очень высоким, но, тем не менее, с хорошим темпом может работать весьма долго. Здесь мы смотрим на коэффициент. Джастин Гэджи идет фаворитом. 1,5. Дональд Сирони идет за 2,7. Как ты считаешь, Андрюх, какие здесь вообще шансы у старичка-ковбоя? Ты, в принципе, все правильно и подробно расписал. У него шансы хорошие при одном условии. Если он переживет стартовые, там, первые два раунда. Условно, потому что у Гэджи есть определенная проблема с кардио, которой у Дональда Сироны не наблюдается. Дональд по ходу поединка, как правило, только набирает и вполне себе уверенно себя чувствует и в четвертом, и в пятом раунде. Джастин же предпочитает сминать своих оппонентов как можно быстрее. И за счет этого сильно вымахивается. И в дальнейшем бой для него превращается в Альцгеймер партия. Это очень такой, скажем, травмоопасный вид вести поединок. Но, тем не менее, нам смотреть всем на это очень нравится. Я не знаю, как Дональд Сироны поведется в этом бою. Потому что мы видели, например, его второй бой с Рафаэлем Досанесом. Его бой с Дарреном Тилом, где он, ну, по традиции для себя стоял, что-то там ждал, вату катал. В итоге пропускал за трещину и вынуждал судью вмешиваться в ход поединка. Бывало такое, что он пережидал спорт оппонента. Он принимал очень большое количество ударов и, соответственно, реваншировался в поздних раундах. Здесь, я думаю, для него будет очень тяжело. Потому что по части именно прессинга, атаки и ударов в первых раундах, Геджи это просто какой-то монстр. Он будет и лоу-кики наносить, и голову тебе пробивать, и пальцы тебе, блядь, по третью фалангу в глаз засунет. Он тебе все сделает, лишь бы для того, чтобы ты свернулся к калачикам у сетки. Я думаю, что все-таки шансов у него побольше здесь. Притоплю я, конечно, за ковбоя. Победу он заслужил, потому что, ну, не имея столько боев за плечами, выступать до сих пор на топовом уровне, это очень сильно. Но, думаю, все-таки Геджи нокаутирует его подобной барбозе. Да, ну, Геджи жесткий, реально очень жесткий. Особенно в начале он просто пытается убить своего соперника, причем сразу же. И, ну, по большому счету, как мне кажется, здесь какого-то прям вот объективного мнения не может быть. Потому что, ну, как мы и сказали, да, либо ковбой выдержит первый натиск, и затем у него появятся шансы, либо он его не выдержит. Мое субъективное мнение, он не выдержит, и Геджи здесь одержит победу. Опять же, я здесь буду за Геджи притапливать. Мне, безусловно, нравится и ковбой, и я буду, как бы, рад о его победе. Но все-таки полагаю, что у Геджи здесь шансов больше, и буду желать победы ему. Вот, ребят, ну, а на сегодня у нас все. Опять же, это было наше мнение. Вы в комментариях напишите свое мнение. Мы, кстати, все, как бы, читаем. И также в описании будет ссылка на наш паблик. Там реально много всего интересного, веселого. Кого интересуют ставки, там вы тоже их можете найти. По подкасту ставить не надо. В очередной раз просто говорю. Ну, собственно, все, как всегда. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь. И всем до свидания, всем спасибо. Давайте, ребят, все по стандарту. Делайте красненькую кнопочку серой, бейте в колокол, в группу ВКонтакте. Оставайтесь с нами и помните, что ваша активность – это первая мотивация для того, чтобы делать контент для вас как можно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!